Ларина и Ольга не только коллеги по работе, но и волонтёры-добровольцы. Третий раз за два последних месяца они провели спасательную операцию. В подъезд жилого дома подбросили пятерых котят. Малышей, которым нет ещё и месяца, оставили в обычном пакете. Девушки, не раздумывая, пришли на помощь хвостатым. Конечно, сначала был шок и ужас. Как такое можно было сделать? Все очень красивые котята. Они пищали, конечно, мы их пытались накормить, со шприца пытались накормить, с бутылочки. Вот у нас даже осталась она. Потому что они самостоятельно кушать не могли. Они пищали, им нужно было согреваться, и они сидели только на руках. Поэтому приходилось по очереди их держать, нянькаться с ними, потому что работать надо было. Когда Ларина ехала за котятами, уже знала, одного заберёт к себе домой. Малыша встретил полугодовалый рыжий кот. Барсик душевно принял маленького друга. Теперь они вместе играют, кушают, спят. Как делают некоторые люди, просто выбрасывают на произвол судьбы маленьких. Не только котят, животных. Это очень-очень плохо. Мы планировали второго взять, котёнка. И буквально вот на днях произошла вот эта вот ситуация. Ну и сразу сказала, да, возьму сразу одного. Они хорошо поладили. То есть у нас кот его, можно сказать, уже воспитывает чуть-чуть. Всех котят пристроили в добрые руки в тот же день. Двух малышей. Теперь это Кексик и Масяня забрали супруги с торговой. Усатые и полосатые быстро привыкли к дому. Уже знают, где можно сладко поспать и вкусно поесть. Пока они маленькие, Светлана кормит их специальной молочной смесью. Дозирована с небольшими перерывами. Взяли бутылочки специальные для них. Муж привёз, купил. А поставили через бутылку, пробовали, не получается. Но они начали лизать потихоньку, конечно. Масяня особенно, прежде чем кушать, он сначала залазит полностью по селок, где-то так ложится в это молоко. И тогда только начинает лизать. То ли вот чувствует, что влажно, не знаю. И так вот, кексик наоборот, он так аккуратненько, лапы далеко-далеко, морду тянет туда. Ну, по-разному. Лижут, лижут уже хорошо, хоть с бутылкой не мается. Распорядок дня у котят, как у маленьких детей. Поели, поиграли, поспали и опять к мискам. Смеётся Светлана. И добавляет. С двумя животными сложнее, но малыши послушные. Наблюдать за ними и воспитывать – одно удовольствие. Хотелось бы сказать, что когда заводят питомцев, что с самого начала, пока они такие маленькие, потешные, смешные, уже думали о том, что они ответственны за всю их продолжительную жизнь. Не нужны котята. Сейчас столько возможностей. Стерилизация, таблетки, капли, ничего только нет. Мы в ответе за тех, кого приручили. Прописная истина, о которой, к сожалению, помнят не все. Волонтёры, как могут, помогают найдёнышам. Но важно, чтобы сами хозяева заботились о своих домашних питомцах. Ведь в том, что животные становятся бездомными, виноваты только люди. Юлия Сизинцева, Сергей Суханов, телевидение Нижневартовского района, Паховск. Специально для Югра-24.